В Горный Алтай пришло лето, а с ним и долгожданная пора походов и экспедиций. В начале июня мы совершили многодневное путешествие к северо-восточному склону горы Белуха на ледник Минсу. Этот маршрут знакомит не только с ландшафтами Катунского, Северо-Чуйского и Южно-Чуйского хребтов, но и с жизнью скотоводов-кочевников в долине реки Оргут. Северо-Чуйского и Южно-Чуйского От села Джозатор держим путь вниз по течению Оргута по направлению к реке Карагем. Сначала дорога следует по хвойному лесу с живописными прибрежными полянами и заливными лугами. Здешние покосы богаты кормами. Благодатные земли. Как бы не менялась жизнь, скотоводство остается основным занятием местного населения. С гор бегут кристально чистые ручьи. Уровень воды в них меняется в зависимости от осадков. Сейчас он невысокий и севроды преодолеваются без труда. На левом берегу Оргута раскинулись просторы степи Самаха. Они хорошо просматриваются с перевала Туи-Е-Майнак или верблюжья шея. Это устья реки Коксу. Своё название «Синяя вода» река оправдывает по осени, когда она становится чистой и прозрачной. Дорога то спускается петлями серпантинов к береговым пологим террасам, то круто взмывает вверх и узкой полосой врезается в крутые склоны ущелья. Здесь начинается знаменитый у туристов-водников Карадемский прорыв. Его протяженность 5 километров. С зажатой горами Оргут несется по узкому глубокому ущелью. Рвет и беснуется вода. И лишь немногим профессионалам удалось преодолеть этот опасный участок реки. А высоко над рекой дорога живет своей жизнью. Наш знакомый Юрий Нуралинов перегоняет свое стадо яков из Оргута на летнюю стоянку. А когда телилась? Два дня. И такой далекий перегон получился. Не повезло ей. Остальные ушли, вы на него их не видели. Видели, видели. Сорлыков не видели, телят видели. Мы сорлыки не видели. Сорлыки, да, мы не видели. Вы ушли, да, они? Вон они. Ну ладно, счастливо. Счастливо. Пускай, наверное, у тебя сейчас стоит. Да. На крутом осыпном склоне мы встретили автотуристов. Разъехались с ними без проблем. Но есть участки, где сделать это намного сложнее. Что и говорить, дорога опасная, и далеко не каждый водитель рискнет ехать по ней. Еще пара километров, и мы спускаемся в долину реки Карагем, крупного правого притока Аргута. Ветер гонит по небу облака, сквозь которые просачиваются лучи солнца. Переезжаем на правый берег Карагема, движемся вдоль реки, пересекаем участок степи и спускаемся к Аргуту. Субтитры сделал DimaTorzok Это крайний автомобильный мост. Да и сама дорога скоро закончится. Субтитры сделал DimaTorzok Мы почти на месте у отрогов Катунского хребта. Стали лагерем на берегу реки, паре километров от села. Отдыхаем после двух дней переезда через всю республику. Варим обед. Тушенку в пешую часть маршрута не берем, так же как и свежие фрукты, чтобы не перегружать рюкзаки. В нашей машине после тяжелой дороги потребовался небольшой ремонт. Света изучает район предстоящего похода и делает заметки в полевой дневник. Карта Сапожникова. Еще у меня тут есть карта Google Земля, район, в который мы зайдем. Одни сутки длил сильный дождь. Пришлось пережидать его в лагере. Ранним утром к нам пришли гости. Точнее мы гости на этой поляне, а это ее постоянные обитатели. Просторы Оргута их дома. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы идем в гости на стоянку местных скотоводов в урочище Камтыд, что означает дерево шамана. Эти места сказочно красивы и дикие. Они остаются такими благодаря своей труднодоступности. Здесь неуместны шум, суета и многолюдность. Субтитры создавал DimaTorzok Повсюду течет вода по узким каналам. Это сулаки. Они распространены в широчих межберных долинах Челушмана, Средней Катунии, Арготов, Большого и Малого Ильдумения, а также в Курайской степи. Путешественники, побывавшие на Алтае в XIX веке, сообщали, что местные жители при помощи каналов орошали небольшие участки с поселами чмена. Есть данные, что некоторые из них были сооружены в начале первого тысячелетия нашей эры и существовали на протяжении длительного времени. Часть канала была построена в советское время. Кроме орошения полей до земледелия, с помощью сулаков подводнялись пастбище и подводилась вода к стоянкам и водополям. Сулаки используются жителями Аргота и сегодня. Лесная дорога привела нас на стоянку Юрия Муралина. Здесь никто не сидит без дела. Работы не в проворот. Давно построили стоянку? Да, она давно здесь существует. Эта стоянка вообще... Ну вы так облагородили все хорошо. Вообще, друзья. Все новое, да. Кажется, что новое. Заброшенные были. Заброшенные были, да? Ну как бы она лет 8, наверное, здесь никто не жил. Потом я ее приобрел здесь как бы и... Мы угнали коров просто. Коров я кушать. Зимуют сами по себе. И быков тоже туда угоняют, бычков. И они всю зиму там сами зимуют. Никто не смотрит. Никто не смотрит. Ну волки только приглядывают иногда. Да, ну бывает иногда приглядывают. Крупно-рогатый скот на днях отогнали на летнее пастбище, а мелкий пока остался на этой всесезонной стоянке. Если она худая, то и рацион увеличиваешь. Комбикорм так за тазик ставишь, там она комбикорм поела, а потом выгоняешь и все, и они на выпаса идут. Любой мороз, любую стужу. Юрий с женой Викторией старается обустроить жизнь на стоянке, насколько это возможно вдали от крупных населенных пунктов. Ну, самый источник. Мы оттуда вода. А сейчас в озеро она вон поступает в родниках. Питьевую воду берут из родника в лесу. Лес заменяет сад и огород, что позволяет запасать витаминные дикоросы на весь год. Ягоды, грибы, орехи. Голубика. Вот такие ягоды мы собираем. Ну, самая ценная, как бы гусеника она у нас. Везде. Ну, и малина тоже у нас, как бы, дикая и есть. Она растет на скалах. А это вот сам непосредственный источник, видите, под деревом. Вот прямо бежит он, видно. Растет туда. Ну, в основном, здесь смешанное есть. В летнее время Юрий работает с туристами. Делает конные и автомобильные заброски людей на маршруты. Когда только все успевает, они с Викторией строят гостевые домики и баню у запрудного озерца. Пиломатериалы готовят на собственной пилоране. Ждем всегда гостей. На будущее строимся мы здесь. Будем ставить турбазу. Приезжайте. Всегда рады будем встретить. На живописном месте у горы Чинелю. Грабли конные на нем таскаем, чтобы коня не мучить. Юрий мастер на все руки. По образованию он техник-механик. В хозяйстве ничего не пропадает даром. Всему найдется применение. Этот трактор Юра собрал из подручных материалов. Балка от ГАЗ-51. Рейка-9. Коробка передач. Жигули. Мост Москвич. Диски Волговские. Резина у вас. Спереди диски Запорожец. И вот такой сборный. Двигатель Хонда. 13 лошадей. Нашу беседу прерывает шум. С соседнего склона сошла лавина. Здесь к таким явлениям привыкли. Говорят, во время потепления камнепады и ламины сходят с гор каждый день. Идем в дом пить чай. Это курорт домашний. Творог. Это сливки домашние тоже. Варенье из вишни. И борсов. Хлеб печем в печке. Ты сама печешь, да? Да. Да. В семье Нуралиновых трое дочерей. Сурулай, младшая, приехала помочь родителям по хозяйству. Она уроженка села Оргут, как и ее мама, Виктория. Старшая дочь живет в соседнем районе, в селе Улаган. А средняя в далекой Москве. Юрий родом из Джозатора. На стоянке трудится еще один работник. Валерий. Хорошо в гостях, но пора возвращаться в лагерь. Завтра встаем на тропу. Гостеприимных хозяев ждут свои дела, а нас походные заботы. Ночь выдалась дождливой, а на вершинах гор выпал свежий снег. После обеда мы приехали в село Оргут, у которого есть еще пара названий. Оргут и Куркуре. Без преувеличения, это самое удаленное и труднодоступное поселение горного Алтая. В Оргуте живут люди из алтайского рода Алмат. Говорят про родину Алматов в долине реки Иедыгем, где они издавна жили на стоянках. По легенде, предок Алматов произошел по матери от Алмыски, духа из Нижнего мира, являющегося людям в мужском или женском обличии. А отцом его был человек рода Кобек. Алматы сильные и отважные люди. А другие не смогли бы жить в этих суровых местах. Мы оставили машину у Олега Петровича Шабуракова. К Иедыгему дороги нет, есть только конная тропа, существующая с незапамятных времен. Нас провожает старый знакомый, это собака Мергена Маркова, уроженца Оргута, самого его нет дома. Мерген помогает ученым исследовать снежного барса. Он устанавливает в горах фотоловушки для исследования Ирбиса в Оргуте, и мы не раз были с ним в экспедициях. Через некоторое время вы увидите гору, где Мерген устанавливает свои камеры. Тропа начинается на крайне села с переправы через речку Куркуре. Пока мы пересекали отрок Катунского хребта, пошел дождь, и мы встали на ночлег у небольшого водоема с чистой водой. Катунского хребта Катунского хребта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем движение вниз по течению Аргута. Борта долины представляют собой остепненные склоны с рощицами тополя лавролисного и горными ручьями. На пути встречаем пару старых животноводческих стоянок. Нас обгоняют местные скотоводы. Расстояние, на которое нам требуется 2-3 дня ходьбы, они преодолевают за день. Впереди подъем и спуск к реке Кулагаш. По правому берегу зубчатой стеной высятся склоны северо-чуйского хребта. Внизу показалась лента реки Кулагаш. Спускаемся к мосту. От моста начинается крутой подъем на очередной отрок Катунского хребта, отвесно обрывающийся в реку Аргут. Спуск к Аргуту идет по такой же крутой, но живописной тропе. Отсюда начинается череда прижимов до самого устья Иедыгена. Этот участок получил название Узунбом. Слово Бом означает крутой скалистый выступ или тропа над пропастью. Этот участок начинается с каменной россыпи, Курумника. Время от времени тропинка скрывается в Кайрусловом лесу, который дарит путнику спасительную тень. Здесь до сих пор цветет рода Дендер Легибура, который на Ротайе называют Моральником. А крыжовник и смородина уже завязали платы. Тропа постепенно набирает высоту над рекой. Большую часть пути она проходит далеко от воды. Ручьев нет, за исключением сухих русел весенних водотоков. Они вгрызаются в склон глубокими промоинами. Лошадям здесь идти весьма непросто. Да и людям требуется осторожность. Зазевался – улетел вниз. Вот как описал Узунбом сто лет назад писатель Георгий Гребенчаков. Туриста ждет серьезное испытание. Знаменитый Узунбом. Он тянется над ревущим Оргутом верст на пять. Путь здесь чрезвычайно труден. Приходится пробираться просыпающимся щебнистым склонам, лавировать между огромными глыбами, замирать от страха на карнизах, нависших над рекой на головокружительной высоте. Грозная красота Оргута здесь положительно очаровывает туристов и заставляет забывать о трудности пути. Сам Оргут по суровости не уступает торопе. Участок реки от Кулагаша до Иедыгема известен несколькими порогами высшей категории сложности. Туристы-водники дали ему название – прорыв сапожника. На завершающем этапе Узунбома проходим серпантин со священным кубом в его верхней части. Из теснины ущелья бешеным потоком вырывается Иедыгем. Он несет в синяков много минеральной взвеси. Встаем за мостом на ночлег, чтобы утром с новыми силами продолжить путь. Субтитры подогнал «Симон» изменили в Кулагашин. Встаем за мостом на ночлег. Встаем за мостом на ночлег. Встаем за мостом на ночлег. Продолжение следует... Оргут провожает нас букетами роз и редкими проблесками солнца. Поднимаемся вверх по склону и встаем на тропу, идущую левым берегом Ебигену. Идем по узкому ущелью, поражающему свою мрачной красотой. Берег напротив оживляет зимняя стоянка. Это родовые земли Мергена Маркова, нашего друга из Оргута. На этой покрытой лесом и скалами горе Мерген фиксируют на футоловушку снежных барсов и других зверей. Двигаемся по осыпному склону. Русло Ебигема завалено огромными валунами и буреломами. На тропе почти нет ветровала, зато хватает густых кустарниковых зарослей, среди которых прячутся звонкие ручьи. Крупные цветки ирисов и пионов делают тропу уютной, особенно в такую хмурую погоду, как сегодня. Пошел сильный дождь, он уже идет часа полтора, но мы идем по такому дождю. Еще на кустах вода, капли. Они тоже добавляют влаги. Одежда на нас промокла. Обувь мокрая, это недостаток наш. Утром на горизонте появились белоснежные вершины горы Белухи и Пико-Белане. Погода установилась, позволила нам высушиться и продолжить путь к леднику. Вчера попали под сильный дождь, вот сушимся. Вещи влагу впитывают очень хорошо, а уходит влага очень долго и нудно. Насколько сижу уже, ботинок сырой до сих пор. Крапу пересекают шумные ручьи. Они образуют цветущие оазисы посреди глухой тайги. Через три часа подходим к кусту. Куркуре на выходе из ущелья образует водопад. Слово Куркуре в переводе с алтайского означает «гремящий», «звенящий». Такое название носят несколько рек и водопадов в разных районах Алтая. Ущелье Куркуре место интересное. В верховьях реки есть несколько озер и одноименный ледник, расположенный к востоку от вершины Белухи. Мы расскажем о них в другой раз. Идем поймать реки Минсун среди кустов цветущей миликарии. Берег становится неприступным и нет смысла карабкаться по прижимам и завалам изгрёвок. Где-то должна тропа быть. Вот мы идем ее искать. Тропа ведет к леднику Минсу и к Белухе. Ну, Минсу не такая уж маленькая река. Тоже мощная. Недаром же она течет с самого длинного ледника Алтая. А здесь мощный обрыв. Вот мы камень кидать не будем, а кинем кору. Высота, наверное, ну не менее 50 метров. Семь часов вечера выходим на уютную поляну у кромки хвойного леса. Это прекрасное место для базового лагеря. Ледник Минсу уже близко. Об этом дал знать вечерний ночной холод. Сегодня мы, наконец, увидим его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ледник Минсу был открыт в июне 1897 года выдающимся исследователем Василием Васильевичем Сапожниковым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ледник Минсу Ледник Минсу Ледник Минсу Ледник Минсу Ледник Минсу Ледник Минсу Поверхность ледника бороздят большие и маленькие ручьи, питающие реку Несу. Невозможно оставить без внимания и бараньи лбы. Так называют скалы, сглаженные и отполированные движением ледника. Они встречаются в зонах современного и древнего оледенения. Склоны бараньих лбов, обращенные в сторону, откуда движется ледник, пологий и особенно гладкий. Противоположные склоны могут быть обрывистыми и неровными. Высоту лбы могут достигать 50 и более метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Основные задачи похода выполнены. Устраиваем мюзку. В таком красивом месте грех не задержаться. Никуда не спешим, сушим вещи, гуляем пасеком по траве, отсыпаемся в тени ветвистых кедров. А.Кулакова А.Кулакова Идем за водой на один из притоков Минсу. Здесь она особенно вкуснее. А.Кулакова А.Кулакова Хорошо в лесу. Тихо, прохладно. Зацвел краснокнижный башмачок капельный. На поляне яркими огоньками горят купальницы. Вернувшись в город, мы позабудем о трудностях и походных испытаниях, а маленькие моменты счастья, испытанные в этих горах, надолго останутся в нашей памяти. Рано утром нас разбудили странные звуки. Недалеко от палатки паслись две маралухи. Они внимательно наблюдали за нами, но не уходили. Возможно это молодая мама с подросшим теленком. Вероятно эти животные никогда раньше не видели людей. Маралухи еще постояли какое-то время и спокойно удалились. Осенью в Аргуте зазвучит трубный рев самцов диких моралов. Наступит пора Гона. Воздух и вода в реках станут прозрачнее, а небо пронизительно синим. Тайга сменит окрас и наполнится дарами, но об этом, дорогой зритель, мы расскажем в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok